Привет, уважаемые друзья! Ontario Red 1, крыса, очень известный нож, многих привел в ножевое увлечение вообще. Она чуть тяжелее, Aesia Vispa, более ухватиста, там клин толще, и для многих тот нож более удобен. Здесь нож тоньше, естественно, рукоять менее удобная, но это проявляется больше, друзья, в длительных силовых нагрузках. Здесь эта толщина его, общий габарит, и концепция уводит в EDC сторону, в использование в городе, то есть в жизни ножа на кармане. Соответственно, эта ухватистость, это удобство при длительных каких-то работах, она уже не так актуальна, не так часто нож востребован конкретно в работах. Больше в городе порезать хлебушек, колбасу, стругать ветки, дрова какие-то, в городе это не делается. Поэтому, считаю, этот вариант, уже более осмысленный, адаптирован для города, лучше. Многие ругаются на эту сталь, что-то она выкрашивается, там я не проверял, и в городе нет у меня так повода вообще проверять на каких-то материалах, которые приводят к какому-то повреждению, деформации. Мягкие, колбаса, хлеб, повторяю, какие-то кулинарные материалы, в общем, продукты питания. Здесь, друзья, неплохая клипса. С одной стороны, она неудобная совсем, на посадку именно. Но зато последнее время многократные потери ножей меня заставляют просто обращать очень серьезное внимание на вот эти вот элементы безопасности. То я залезу на какой-то турник, то пресс качаю там на рукоходе, вот кабардозер, вот был песочного цвета, потерял. То есть я задницей там на этой перекладине, в общем, возился и сбил нож с кармана. Клипса там зацепилась, минус один нож. То есть была бы клипса более жесткая, а держал как собака. Вот здесь она жесткая, и она довольно-таки хорошо держит. Конечно, это минус в удобстве, да, посадки туда-сюда, но зато нож более надежно держится на кармане. Здесь очень внятное отверстие под темляк. И, друзья, ну столько, сколько я ножей потерял, лучше бы я купил сразу этот тренчик, спираль, какую-то там клипсу, может там викторинок. Напишите в комментариях ей варианты, вот вообще у вас страховок. Потому что недавно вообще на спортивные, на вот такие просто подцепил, сзади кармана не было, нож. Просто ножом внутрь, клипсой снаружи, не на карман. И просто сел в машину, он где-то остался, короче говоря, и все. Видно, поднялся как-то, оперся об сидение, сам поднялся, потом, может, на улице вывалился уже. Обращайте внимание, друзья, все-таки не только на удобство посадки ножа на карман, но и удержание. Гарантированное, надежное, крепкое удержание на кармане. Клин здесь 2,8, меньше, чем на Ontario Red 1, тоньше. Поэтому нож режет очень хорошо, лучше, но, друзья, есть тут проблемка, вот эта, которая, да, относительно длины рукояти, все-таки. Не знаю, почему так. Может, прочность, да, законодательство, да, в каких-то странах вот обуславливать такую длину, такую форму. Ну, друзья, могу сказать так, что нож, вот какой итог, краткий пока, я сделал обязательно полный обзор, будут тесты какие-то, в большей степени кулинарный по продуктам питания, может, там ветку. Ну, ветку-то я и сейчас могу постругать немного здесь. Вот, я хочу сказать, что нож этот как-то привлекает тем, что как-то несет в себе дух вот этих знаний специалистов, которые разрабатывают и направляют ножи конкретно на выживание, вкладывая в них прочность, разумные, логичные, хитрые идеи, которые вот совместились с EDC, использованием в городе. Тонкие, но при этом крепкие и не очень толстый нож. Все, друзья, по возможности подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Это краткий, напоминаю, обзор. Мое впечатление первое, дальше обязательно я потестирую. Всем пока, удачи. У тебя же сейчас друзей нет. Каких друзей? Это, которые ты отдавал.